Управление нам дается, но дается через знание, потому что просто так взять и чем-то там манипулировать, взять и создать хромосому или новый ДНК, или усилить, активировать там действие этой ДНК, это уже другой уровень знаний. Поэтому здесь и требуется учеба, никто не сможет прийти к этим результатам, если он не потратит это усилие. Вот есть такое выражение «через тернии к звездам». Тернии – ну это трудности, да? Вот через трудности идем к звездному пониманию жизни. Развивая ваше сознание, вы получаете новый инструмент работы с этим. То есть если у вас сознание работает на 1%, а так, кстати, работает у большинства людей 1, 2, 3% от сил, то, ну о каком, так сказать, оперировании вы можете говорить? Значит, надо дальше развиваться, учиться, и потом это придет. По сути дела, ясновидение – это только первая, начальная фаза достижения божественных возможностей. Только первая часть, обратите внимание. Душа – это все возможности. И дух, и сознание – это все только определенные, как бы, ну, сущностные части души. Дух – это активная фаза души. Сознание – это зеркало души. То есть все это мы сейчас просто смотрим на структуру для того, чтобы понять вообще то, что есть, ну, как бы, в союзе определенных сил и элементов для того, чтобы это все создалось в физическом пространстве. То есть что? Мы выясняем структуру физического пространства. А душа – это все. Она все охватывает. Это все охватные. Почему говорят «душа моя», когда к человеку прощается, «душа моя», это все в единстве. Вот это все душа, а это все сущностные, как бы, элементы души, но очень важные, не второстепенные, потому что дух сознания вообще составляет триединство. «Душа моя». Вот сейчас следующая книга пойдет, книга Сириуса. Оказывается, мы неразрывно связаны с этой звездой. Сириус А. Такая тонкость. Хромосома человека в своем вращении, когда она в динамике, она совершает, ну, просто в другом, как бы, масштабе восприятия, она совершает точно такие же вращения, как звезда Сириус А в Млечном Пути, то есть в галактике. Мы генетически связаны с этой звездой. Понимаете? Вот какие возможности. А что мы о них знаем? Как мы воспринимаем мир? А нам вот уже об этом надо задумываться. Почему? Мы генетически связаны со звездой Сириуса. То есть нас все время толкают к миропониманию, к тому, что это все один, огромный, гигантский, бесконечный организм. Он вечный и бесконечный. И мы части этого организма. И если мы начинаем понимать, кто мы, что мы и часть чего мы, тогда мы начинаем как бы и расти в том, что нам дают инструменты воздействия на реальность. Ведь то, что мы сейчас проходим, это инструменты воздействия на реальность. Понимаете? Продолжение следует...